Кто хозяин этой пасеки? Я, я. Да я знаю, но я спросил, чтобы людям. Вот Ивана токарника от Виктора. Это отводок этого года. Матка не проверенная еще. Так что снимай свою пчелу. У вас пчелы карника? У меня в основном карпатка. Синебир от Виктора Папа. От датчинца имею. Очень много материала в этом году брал. Я от Виктора карника брал. Ну то есть вы уже в курсе, что такое карника, да? Что? В курсе, что такое карника. В курсе, да. Эти отводки этого года, скажем. Вот он. Да, я их немножко сократил. У вас, я смотрю, ульи уже... Это новый улья этого года. Это тридцатка, да? Не знаю. Мастера делают. Я... 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 А система улья Додан и надставки, правильно? Ну да, да, да. Вот смотри. Сейчас покажу. Вот это от датчинца. Василия Николаевича. Да, от Василия Николаевича. Вот это тридцать шестая. Что это? Карника? Карпатка. Карпатка. Датчинцу привет. Да, это восемьдесят четвертый. Да вы поровняйте эту Карпатку с той Карникой. Одно и то самое. Да. Ну, это вы понимаете. Я на медосборе посмотрю на них. Да, оно покажет. Да. Вот это девятнадцатая тоже датчинца. Это все отводки, это не семья. Ох и датчинец. Засветился и здесь. Да. Ну, надо ему выговор сделать. Да, вот. Надо с него... Ага, ну... Это кормушки глубокие. Не, это от Виктора, этот Прасюка. Ага. Ага. Ну, это сразу видит на луру. Да, да. А может быть и вот, видите, вот девятнадцать. Да, это девятнадцать. Да, нет, нет. Тут... Не, нет. Да, да, да. Если не сюда приедет, то буду ел лучше. Да, эти в основном все отводки, которые... Рабочие семьи, которые были там... Это у вас база или стационар тут у вас? Не стационар. Это на зиму стоят. Ну, база, да. Я отвез часть отводка в... Слушай, кто-то там опасный ездит, говорят. Да? Я просто знаю зону. Если не секрет, какое тут количество пчелосемей? Двести семьдесят. Вот это синевир с Вильшан от папы. Вот, смотрите, синевир племенной. Ну, это румынскими буквами на латынице. И... С Виктора. Скорее всего, что я делал матки в этом году. Да. Шикарненько. Это синевир от папы. Ага. Да. И сейчас я покажу... Вот эти две тоже синевир, скорее всего. Вот это синевир с девятиной. Вот тут все четыре синевир. Можем посмотреть. Ну... Ну, это прошлогодний матк. Можем посмотреть. Ну... Ну, это прошлогодний матк. Что? Ну, практически мы... Мы перешли... буквально за несколько лет. Мы быстро переехали. А Гриша, вы не говерла себе. Не говерла от Керрика. Сейчас идем вверх и вам покажу. Идем вверх и покажу. Ну... Что? Что? Ну, да. Ну, да. Что? Ну, да. Ну, да. Ну, да. Я покажу. В каком плане? Хороший? Каком плане? Я объясню потом. Хлубок стал, скорее. Это... Вот гаверла. Вот гаверла. Ну, это уже это, наверное. Вот гаверла. Но то, что привез в этом году от... Синевир. Да. А, давай, видишь? Ну, 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 а, Суарет. Вот гаверла. Ага. Вот это гаверла. Уф! 振корн幹... Сосед Сосед Спей. Счиспуй. Вот то, что написано в кусте, можете написать от Бобоника Юрия Юрьевича. Вот куст. Вот, куст. Вот, куст. Да, куст. Счиспуй. Да, что? Аааа? Петра, куст, это очень сильно. Бай, ты не можешь, а что-то? Это, что-то, что-то об этом. Что? Это, что-то, что-то, что-то. Да? Да, это, что-то, что-то... А вот это вот. Бай, ты не можешь, что-то мне дали лару? Нет, я не могу, а не могу. Сокола по цедовому динтрынце Виныш фея, как говорится Виныш фея, как говорится Бобонич Юрий Ильич Появляется, есть Есть у нас Это Бобонич Юрий Ильич Петрия, я каисий Боберло Я закрошу У нас каисий Боберло Одну строку Да, да и хватит Кимбат Все 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 Это твоя Это твоя Да, это моя Как вы ее узнали? Написано Номера есть? Нет Пчела, во-первых, видно И как она сидит Они же не выпрыгивают, как там выпрыгивают А тут все видно Она уже собралась Она так и будет И тепло А будет холодно Это карника, да? Это карника от Виктора Да, да, я понял А что за линия? Линия или тройзик 07 Или ворота толеранс Пернер? Пернер дома Я получил Наверное, это от Франка Петерсона 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 Вот это 79 от дачинца И здесь дачинец Что там много от дачинца Вот разница, видите? Это отходок этого года Что больше, чем там? Нет, так та спокойность Разница есть И это очень спокойная пчела Как бы У меня претензий нету никаких Нет, мы говорим, что Вот в настоящее время При той же температурном режиме Вот мы смотрим там и тут Та пчела вообще спокойно сидит Не реагирует Она так и будет зимовать А это вот так и будет Только потеплее Типа рыхлый клуб Да Это как рыхлый Но она трошки больше Она будет употреблять Вот это Да Салайкум ламадусь Ну ка Да, ну руку Да Какая сияга Тихий 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 Ай Стой, держи, держи Эх, не успел Что? Не, ну тогда нормально Нормально Вот Открыл бы У меня У меня нет наверху Пойдем Это где Мне понравились матки Я поменял Эта матка 17 дней Но тоже привезенная Матка Денис Напиши где это Фабро Фабро Да, Фабро Вот 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 Бучковская Что Бучкова Где Да, но она уже имеет, она здесь уже, скажем. Да, это уже местные, да. А какого цвета матки? В основном темные матки, редко где идут тигровые, рыжих практически нет. Но бывает уже. Там поработал Денис Фадеев. Это у Виктора папа. Вот смотрите. Чувствуется разница. Да, не надо их приборить. Вот синевир здесь. Вот, если смотрите, это тоже... Ну, это очень... Ну, я две взял у синевира и... В обе разница. В обе, ну, большая разница. Да. Разница между ними. Это синевир, да? Да. Это синевир паповский из Вилятина. Ну вот, вижу, ходят пчелки. Пчелки ходят, пчелки ходят. Пчелки ходят. Да. Но глухое, да? Да, но не глухое. Имеет две... Два отверстия для... Ну... Я их держу до акации наверху. Это очень... Никогда в рой не уходит. Это в редких случаях. В прошлом году из... Два рая вылетело всего. Да. Вот это от Юрия Юрьевича, попоните. Да, я их написал. Потому что мы тогда... В том году были в Кусте. И... Да, и поэтому написал. Забыл, как правильно фамилия. Ооо, видна, что вид Бобонича. Тоже хорошо сидят. Что сидят. Да. Красивая пчела, медоносная. Экстремная пчела. Экстремная пчела. Поехали. Еще что-то если там... Хорошо. Хорошо. То есть, и вот здесь, если... Система этих улей. Если хочешь работать с рутовской рамкой, пожалуйста. Вот. Все говорят, что это лишний... Подкрышник лишний. Ну, это как трансформер. Еще один подкрышник ставишь. И... Это... Магазин Додан получается. И... И для того, чтобы поставить третий корпус, я беру оттуда или отсюда. Это для меня не... Ну, выгодно. Очень красивый. Угу. 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 Вот это типа была 77-я линия с России, с Кисловодска. Но... Не соответствует той Карпатке, что в Карпатах. Только одно название. Я в этом году поменял ее от Дачинца. Маткой от Дачинца. И не могу. Она пчела осталась, да? Что? Ну... Тоже... Ты матку поменял, потому что она... Я ее покупал с России и заказывал. И... Да. То это пчелы уже Дачинца с маткой. Да, да. Угу. Это Дачинца. Так она и будет не до нас. Да. А я ее спрашиваю. Угу. 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 А достичко отгуляло кавалером. Везде где ни брал, это я не... Да, на промышленной пасеке они проблема. Вот синевиры этого года, которые взял, поставил в Новый Шнилье. Не знаю, даже не спрашивал, потому что материал проверенный, мне понравился. Но видите, он поменьше, я его сократил. Сейчас посмотрим. Да нет, они бумагу... Потому что те, которые идут с цифрами. Но эти отводки очень поздно, после подсолну. А она нагонит, тут будет на трех-четырех корпусах. По весне облёт ещё пойдёт враг. Ну да, не как белорусы там... Не так, не так, конечно. Ну, в каждое своё пчеловождение. Да, да, да. Вот этот должен быть тоже что-то такое поздно поставлено. Ну, пчёлы, одним словом, что-то такое. Всё, идём кушать. Да, Виктор, вот от тебя. Карника. А, смотрели. Да, да. Там смотрели. Там смотрели. Синевир. Синевир. Синевир от Викторопада. Это 9 линия до Тинца. Вот скорее всего, что с этого. Я дублирую, чтобы в случае чего, если будут хорошие показатели, чтобы... Как вариант, лучше мешковина, а вот это вот джут. Китайский джут. Это белая, но еще... Не, не. Мешковина старая. Коричневая вот эта вот. Ага. Будь здоров. Что там? Хорошая. Карника. Так, карника про. Где карника? Нету карники? Нет. Зимой такая тишина, что они знают жива она или нет. А кто тут? Ну кто тут? Как идти? Кормушка. Я не помню. У вас написано, что здесь? 900 грамм. Весной, когда делаешь отводки, одну рамку распрод, одну кормовую и кормушку. У меня есть ящики дома. И матки выводить, подливать им. Да, да, да. И они очень хорошо. То есть я ставлю здесь сверху, они переходят. Почему скобами не забиваются ранее? Не забьем. Наверно перейдем, потому что уже времени не хватает. Как бы зимой есть время, я больше ничем не занимаюсь. Успевали до сих пор. Шурупа готова. Приглашаете на шурупу? Да, всех приглашаю на шурупу. Давай. Шурупа. Вау, красивая какая. Красивая вообще. Шурупа самая вкусная осенью. Потому что все осеннее самое вкусное. Овощи и зелень. И барашка. Да, да, да. И барашки получается. Овощи и коричневые органы. Орудие труда. Орудие труда. Меда или цех для хранения меда. И для откачки, и для откачи. И для... Когда... Какая надо будет, это для этого и построено. Это научный заведет. Дымпушка. А скажите, почему популярны у вас такие мёд? Нам сказали, что эти прошли европейскую сертификацию. И нас в один год сказали, что просто-напросто не примут алюминиевый мёд. Вощина запаса, да? Это сына вощина, у меня намного больше. Ой, медовоночка. Это Миннели. Миннели, да, Сербия, да? Да, Сербия. Это одно из первых. Я видел то, что делают сейчас Миннели, намного не так качественно. Но я уже, как пользуюсь этой, в этом году очень мало пользовался. Понятно. Если в будущем придётся мёд дома качать, я откачаю, перейду на другую систему или чего-то. Это я для этого и сделаю специально. Да. Это здесь какая? Четыре литра, да? Шесть на семь. Шесть на семь. Шесть на семь, да. Шесть на семь. Шесть на семь, да. Там наверху и вверху. Заброс. Да, если... Я для чего вложил в это деньги? Что сыновья занимаются... У меня пять на семь сейчас. А почему это вы потолок покрыли? Не покрыли, поставил... Плёнку. Плёнка заливалась, да? Да, заливалась. Да, ну тут и 20 сантиметров. Тут очень... Спасибо за мёд. Да. Попробуем ваш... Не, ну попробовали то, что вкусный. Тут пасека. Там стоит арбирал. Ваня, не сюда. Ваня, не сюда. Сюда, Ваня. Это вагончик для откачки мёда. Смотри. Вау. Тут корпуса с мёдом. Вау. И оттуда выходят рамки. Она неровно стоит. Вот отсюда выходит, видите? Да. Вот там выходят корпуса с мёдом. И рамки уже, видишь, туда. Да, рамки выходят сюда. Да. Смотри, два крана. Смотри, какие крупные краны. Смотри, какие крупные краны. Я тущец о колдаре, динерико, ри, петре, асферит лабульта о колдаре. Задут им по два лакура. Она так и должна стоять. Именно так. Как? Ну, сейчас посмотришь, Иван. Она становится. У неё первая программа. За пять минут тридцать рамок откачивает. Я то не понимаю, но догадываю. Что? Ого. Пошло, пошло. Вот это уже третий. Это уже пятая передача. А как называется медаганка? Апи тотал. Румынская, да? Румынская, да. А на сколько рамок? На тридцать рамок сейчас. Тридцать рамок. Тридцать рамок. 60 магазин. Нет. Петра, да, если его на кого, а Орловский? Ну, ну, ну. Рамки, ты там даже где-то приучено, как внутри. Внутри. Сейчас она остановится, и вы всё снимете там. Сейчас я принесу рамки, её заполним. Да. Вот, смотри, а ну, что тут... Не открывается, да. И всё уже тут вот осталось... А? 40 секунд. Да, это 70% крутит. Ага. Скорость, да? Это умножаешь на 2 оборота в минуту. Как бы не качал, если не доводишь до 100%. Вот можешь на 90% держать. Света и приметник, он боец, не еду к ремчу новую. Он обязательно доводит до 100%. Приметник, пей его, а есть Орловский? Есть. Редукторная передача. Смотри, смотри, смотри. Остановилась. Ну сейчас я вам включу, если есть. Экстримный водец, когда ударил сразу. Вот, смотри. Если она полная, тут стопор. То б можно было работать. Да, вот это снимается. Стави-ка, смотри, сейчас эту кремочку. Ну, в рамку. Он боец, шала, шала, шала. Прикольно. Загрузка рамок идет сбоку. Прикольно. Удобно, кстати. Сразу мед наклонен. Все туда идет. Там тряга. Вот, идите посмотрите, я поставлю. Вы говорили, что это сарай. Складка, сарай. Медогонка стоит под углом. Да, да. Вот так вот. И быстро кидает. Вообще кину, кину, кину. Не надо в пазы попадать. Прикольно. Я нигде не видел этот мед. Я тоже не видел никогда. Это медогонка. Это медогонка в этом году минимум 30 тонн меда. Медогонка. Красота. Где почистил, где не почистил. И здесь много. Место-место. Значит, это, скажем, по серии идет 2010 год. А есть еще новые? Нет. Есть 2008 год. Но их не производят. Они мне больше нравятся чем. Там идет 20 рамок. Но 4 кассеты. Фишка самая большая. 10 рамок становится. То есть можно два человека ставить. Да. Один открывает, один снимает, другой потом заставляет. Почему они убрали и делали вот это? Потому что есть ребята, которые имеют сетки поколения. Вот вторую кассету заправляешь. Нет. Но здесь же можно сделать еще одну самому. Нет. Только вот так. Здесь. Здесь можно сделать. Шесть сил. По вытяжке. На мед идет. Такие же сразу наклонены. Сразу все туда уходит. И в одну сторону только вторую. И не надо крутить двух сторон. Два года уже пытаются вот их делать. Да. Они сделали то, которое наклоняет. Зимой кто-то пришел, скопировал обороты. Ее сделал. И когда включил, она вылетела в космос. Да. И удивляется, как этот человек сделал. Вот у нас тоже такая. Точно такая же? Да. Да. Мы брали вместе. Да, да. В прошлом году, перед Новым годом. Что работает? Нет. Где-то 4 тысячи евро обошлось. Плюс-минус скажем. Да. И там можно оставить. И там можно оставить. Ну вот я заберутал 4 и 2 назад. Ставишь еще 2 и берешь еще одну. Понимаешь? Вот третью кассету забыли. Не хватает рамок. А? Ну вот так мы поставим. Да, да, да. Значит, вот если ставишь здесь и здесь вот так вот, как ставится с Павлик, мед не вытягивается. Мед из рамок не выходит. То есть надо заправлять. Надо, чтобы она была слипнутой. Чтобы рамка на рамке была. Почему, да? Не знаю. А вот так не будет? Нет. Так не выходит. Остает очень много меда. О боже, это что-то как-то... Хотя должно... В этой медогонке получается 8 физических сил работаешь. Опять? 8 или 8? 8. 8 физических сил. Там я уже их не помню. Вот. Закрываем. Вот смотрите, она все закреплена. И... 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 Нет. Нет. Если хочешь что-то автомат, мануал. Допустим, вот скажем, если... Вот ставим мануал. Ну, понял автомат. Я в раз в документале учи программу укрет. Вот она... А автомат это что? Он сам выбирает программу? Нет, ты ему сам заберешь. А. Он сам цикл меняет. Обороты сам добавляет. Третья программа. Я освободил. Допустим. Первый... Первый оборот 60 процентов. Считали сейчас в курсе? Да. А что я? Да. Я... 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 Я же говорил, что вот... Есть и первые 50, есть и 40 процентов программа. Можешь делать 10 программ. Да. И у меня стоят по... 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 Начинается по 10. Сейчас она поменяется. Плюс... Каждые 30 секунд. И тогда... Потому что... А если хочешь, то в другую идешь. Она может... Но... Тут фишка в том, что надо делать 100. Если не делаешь 100 процентов, то остается... А ты ее доводишь до 90. Ты можешь полдня рамки крутить. Мед здесь не выходит. Что за... И мы, например... Мы когда качали акацию... Вот сейчас одна минута и... Мы... Надо было видеть... Меняет обороты сама. Насколько мы были расстроены из того, что было с ней. А потом, когда мы уже начали... Начали сидеть вот с ней... Ночью... Час, ночью... Давай так, давай так. Семьдесят обороты пошла. Пока не... И... Сейчас... На потом... Уже когда... Ну... И... Ерунда... Она быстро потом регулируется. Вот смотри, какое расстояние там. И она ни разу не цепляла там. От стенки. Ну да. Она... При начале... Прицеп еще вот... Скажем... Полчаса... Она устанавливается. И потом... Без никаких... Да, пока... На три человек... На три человек она... Уже... Так... Медогонка крутит. Тут столы у нас распечатывающие. Там... Там... У нас, кстати... И у лекцика... И у нас еще... Кремя-гинь... Не, не, не... Не, ну... Она еще включится другую на 90%... Сейчас будет крутить... Еще не закончила цикла... Не... Не... А ну я как в этом... Не... О, пошла... Пошла... Пошла крутить... Вот... Вот... Ну работает тихо... Хотя редуктор... Да... Редукторная передача... Тихо... Тихо... Вот... А вот... Вот... Вот эти вот... Тихо... Переходы с одной скорости на другую... Если идет... Переходы большие... Вот... Начинает эту игру... Вот... И она ее заводит все сильнее и сильнее... Она еще не установлена... Стоит на колесах... Там не имеет укора... Я так поставил... Ну мы говорим... Это раскачет, как качель... Да... Да... Она там резинки имеет под, как амортизация. Ну да, буфера. У нас это корпус и свободно. Она очка вот так вот не переворачивается? Переворачивается по ходной положению 80 сантиметров. В любую дверь можешь ее... Вот такая объемная и в любую дверь заходит. Вот болт откручивается и повернул ее. А какой диаметр бока? Метр двадцать? Метры двадцать, да. Это идет как на... Вот смотрите, как она останавливается. Так, метр двадцати, восьми, девяносто рамочный пакет. Динамический тормоз идет. Девяносто рамочный пакет. Все, то есть можешь снимать. Прикольненько. Конечно. Я говорил наше... Единственный минус этой медогонки, как мы работаем по-крукозному, открывается вот это... Это должен стоять какой-то там... Какая-то защелка, пока он не остановился полностью, чтобы эта дверка не открывалась. Бывало такое, что он уже на автомате работает, а на курсе ты уже оттуда пытаешь руки. Да. Вот это... В Румынии ребята из которых там поставили себе защелки, но они просто не открывают, пока здесь не останавливается. Прикольно. Еще раз, да. А, у меня есть рамя... Вот я тебе говорю, вот где я... Опять же... Вижу, что значит этот вал какой толстый. Да, полный стоит. У нас делают тоненькие, а вот мир. Я на совесть, смотри, какой здесь... Ну, видно, добро от нас сделано. Абадал, видно, что... У ГЕМа не понятна недогонка. У него здесь прибырка. Стоит труба. Она прямо в трубу фиксирована. Мягкая, как вот, гофр. И через пол... А у Милиции тоже у меня такие толстые. К вагону прикрепим нас, да? Рассказываешь. Да? Не рассказывай. Ой, у Милиции. У Бистара. А, ну так, у Милиции. У Бистара, у Бистара. У Бистара тоже. А сюда мед выходит. Да, я понял. Отсюда мед и... Мед и ранки здесь. Отсюда пустые корпуса. Как бы корпуса без... Отсюда подача, да? Отсюда подача. Это куплен этот? А, это... Это сделано. Тут... Все, сюда. Трал снимается, поднимается на... Домкрата. Да, да, да. На эти. Видите? Вот. Это поднимается, отпускается. То есть я ее не установил. Да, да, да. Она не... А здесь у вас... Гараж или это склад? Это будет в будущем склад. Все сделано для того, чтобы был цех для откачки меда. Там есть и внизу помещение. Ага. Вот эта рамочка, кормушка. Да, глубокая. Хорошая, да. Дно. Это воск, да, вот тут? Нет. Это снимается от старой медовой. Снимается, внутренности ставится и забус. Да, забус. Станочек для натяжки проволоки. Да, да, да. Ага, теперь я знаю. Этот станок у нас тоже стали делать. Для натяжки проволоки. Да. Точно такой же. Точно такой же, да. Да, да. Капсулы ставят. А чье это производство? Румынные. Румынные, понятно. Вот это у нас начали делать, походу, значит, по-румински. А тут очень легко с ней работать, если эти капсулы есть. И я в этом году, наверное, все, что поставлю. Вот там парогенератор сделан, но я не работал им еще. А, это тоже. Да, так, ребята, попробуй. Парогенератор. И новые ульи. И вот этот ты. Для двух маток. Да. Надо доноскую рамочку, перегородочка, все. Тут пенопласт. Сеточка. Тут кормушка и две рамки. И отходок есть. Ну, да, чье у нас не было. Это вот улья, как говорится, ева, как забирается. Да, ну, как бы... Это все с елки. Скажем, вот летки. Это ель, не сосна. Ель, да, сосна, ни в коем случае. Как бы она потеет ни зимой, ни... И летом, ну, в черных уже идут. Тут магазин и подкрышник. Подкрышник для рамок. Тут три четверти собирается для рутов. И вот его крышка. Здесь поставили, но... USB. Не с USB. Все остальные с доски. Я им отдал назад. Это две крышки. А что, вам не понравилось с USB? Нет. А по какой причине? В принципе, жил... Не развиваются вот пчелы. Я стараюсь USB, чтобы не... Только временно, если не хватает... Через клей тот или что? Клей. Особенно в первый год. Я ставил отводок, допустим, держал его два месяца. И он как будто не шел, не развивался. Через два месяца переставлял... Через пленку. Пленка лежит. И наверх крышку. Нет. И ящики. У меня есть ящики с USB. Здесь нет у них. Так, вот один ящик. Нет, нет. Здесь терамочные. Они при взятках одеваются здесь. Здесь терамочные. Днище снимается. Но в них не идут пчелы. На отводки когда делать... Плохо, да? Плохо, да. Лучше немножко потратиться и в дерево, и с дерева. Ну да, не было уже. Медагоночка, конечно. Долхусная. А это... Ну, клейся на два моткоместа. Это он на два моткоместа. У Паба так, да? На два. Я и тоже знаю, что на два. Я уже в курсе. Нет, есть, мы прилетаем это. Это не, кандырки и это. Я знаю, что он... Вот у Паба, он видел и сделал. Есть, есть. Есть, и вот. Ребята, кто копик хочет? Я буду. Ё-моё-вё. Ребята, я не сажаю на... Вагончик, трейлер. Для качевки. Собачка, привет. Вот такой тут есть. Заходи, открывай, снимай всё, что... Ну, классно, конечно. Раджет. Мисочки. Никотовские оригинальные мисочки. Полосочки. Французские. Франция. Апивар. Апивар. Ну, уж гуслия всем известный. Во, силиконовый шаблон для мисочек. Полочек много. Ну, короче, то, что надо для жизни пчеловода. Закрыли. Тут он, стол. Диван. Ну, тут, конечно, жить можно. Не кочевать, а жить. Тут вот все... Вся одежда. Ну, у вас тут всё серьёзно. Подготовка, ну... Да, да, да. Всё сложено. Да, в любой момент я цепляю, выезжаю и всё должно быть. Классно. Вот здесь. Классно. Классный домик. Свет. А свет у вас тут от чего? От аккумулятора? Или генератора? Есть аккумулятор и 220. Если надо, от аккумулятора переключается. Можно, да? Да, да, да. Ну, классно. А это вы покупали, ну, брали где-то, а уже готовы? Да, да, да. Купил его и оборудовал как бы. Классно. Спасибо. А это флаг? Флаг Молдова. Молдова. Наш флаг. Я его вывешиваю на пасеки. Вот так. Класс. Спасибо за экскурсию. Красиво и классно. Медогонка супер. И домик классный. Да. Для качёвки вообще. А чем вы его оттягаете? Любым вот этим бусом. Бусик. Нива. Сюда вы с дороги заезжаете? Да, с дороги. Тут всё. У меня здесь ещё вот на пасеках в городе сына. Есть там тоже больше вагончик. Класс. Спасибо. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok